Мы, как группа депутатов от партии Народный фронт, провели встречу с генеральным прокурором Украины Виктором Шокином. Передали его наше заявление, в котором требуем разобраться в источниках происхождения средств на приобретение за 2,5 миллиарда долларов в феврале 2013 года Дмитрием Фирташем и Сергеем Левочкиным, бывшим главой администрации Януковича и помощником Кучмы телевизионного канала Валерия Хорошковского. Также разобраться о том, как происходила сделка о продаже 29% акций, принадлежащих ОРТ, телеканала Интер, которая происходила в конце января этого месяца за 100 миллионов долларов. У нас есть подозрение, что данные сделки могли быть профинансированы Российской Федерацией, ее государственными банками. И целью этих сделок была реальный контроль над частью украинского медиапространства со стороны Российской Федерации. После чего кукловоды из Москвы дергают и рассказывают, что показывать на тех или иных телеканалах. Виктор Николаевич Шокин принял наше заявление, поручил Павлу Жибривскому, начальнику одного из управлений Генеральной прокуратуры, проводить расследование по данному вопросу. И сейчас это будет определенный тест для Генеральной прокуратуры и для всего украинского общества. Если будет допрошен Фирташ, Хорошковский, Левочкин, лица, которыми уполномачивались на проведение подобного рода операции, будет выяснена и предъявлена обществу информация о том, за какие средства проводились подобного рода сделки и покупки, то я думаю, что тогда Генеральная прокуратура этот тест пройдет. Если это дело будет пытаться замалчиваться и, так сказать, уходить в никуда, значит у нас олигархи остаются у власти, которые непосредственно влияют на информационную политику нашего государства. В воюющей стране граждане должны знать, кому принадлежат те или иные средства массовой информации, а не чтобы это скрывалось. Также скажу, что народные депутаты фракции «Народный фронт» внесли предложение о том, чтобы все собственники СМИ в Украине были опубличены и они не скрывались за офшорами. К сожалению, этот законопроект до сих пор не несен по веску дня. Это станет вопросом ближайшего согласительного совета Верховной Рады. Продолжение следует...